Основания для обжалования решения призывной комиссии. Друзья, всем привет! Вы на канале Служба защиты призывников. Меня зовут Ангурян Алексей. В этом видео поговорим с вами о том, какие же могут быть основания для обжалования решения призывной комиссии. Так что, если для вас актуален призыв армию, или, может быть, вы уже думаете о том, что надо обжаловать решение призывной комиссии, ну, собственно, никто от этого не застрахован. Любой призывник может столкнуться с какими-то нарушениями и пожелать обжаловать их. Так что, посмотрите это видео. Если остаются вопросы, то пишите их в комментариях под этим видео, либо оставляйте заявку о нашем сайте. Ссылка на сайт есть также в описании под этим видео. Позвоним вам бесплатно, вас проконсультируем. Итак, друзья, смотрите. Ключевых оснований для обжалования несколько. Понятное дело, что могут быть еще какие-то, но мы сейчас с вами про самые основные поговорим. И первое, что надо понимать, да? Вы на самом деле должны быть не согласны с решением призывной комиссии. Потому что, если вы это будете делать, типа, для галочки, да, что вроде бы там было все нормально, но вот я там пойду обжалую, это не поможет. Особенно вот в текущей ситуации, да, когда у нас, даже если вы обжалуете решение в суде, не факт, что будет приостановлено решение призывной комиссии. Далеко не факт. Да, не все ходатайства об этом удовлетворяются. Я думаю, вы в курсе, что теперь автоматически оно не перестанавливается. Да, решение, если вы идете в суд. В областном военкомате тем более, да, на вышестоящем у кого-то это краевой военкомат, у кого-то республиканский. То есть, если вы подаете заявление на обжалование вышестоящий военкомат, решение не будет приостановлено районного военкомата. И если у вас там нет оснований никаких, то это бесполезная абсолютно штука. Так что, друзья, первое, что надо понимать, вы реально должны быть несогласны. И несогласий у нас, опять же, есть несколько таких вот ключевых типов, да. И первое, самое часто встречающееся, это, конечно же, состояние здоровья. Когда на что-то не обратили внимания врачи в военкомате, когда вы с чем-то несогласны, что у вас, допустим, вы видите, что должно быть по расписанию болезней непризывное заболевание, вас признали годным, например, да. Или вам там пятый раз дают отсрочку, хотя по расписанию болезни, опять же, у вас должна быть категория годности В, да, или еще там какие-то моменты, то есть вы явно видите какое-то несоответствие для себя. И понимаете, что это не просто так, да. То есть вот что... Вы это оцениваете как нарушение. И тогда, конечно же, надо это обжаловать, да. К обжалованию, естественно, вы должны подготовиться, подготовить все необходимые документы, особенно медицинские, да, если мы говорим именно про медицину. Вот. Это самое-самое ключевое основание, которое чаще всего бывает для обжалования, да. Что еще можно обжаловать? Можно обжаловать, например, неполный состав призывной комиссии. У нас там есть определенное количество участников, да. Там есть председатель комиссии, там есть военком, там врач, отвечающий за работу военно-врачебной комиссии. В общем, их там несколько, да, этих человек. И если кого-то там не хватает, то они не имеют права вообще-то принимать решение. И такое тоже бывает, да. У нас там в работе есть такие дела, когда действительно решение было принято неполным составом. Что здесь важно, да, если вдруг вы столкнулись с тем, что там решение приняли, не знаю, вдвоем или втроем, например, да, там на призывной комиссии, то все может быть еще не так просто на самом деле. Потому что вам еще предстоит как-то это доказывать, да, друзья. Поэтому, если у вас нет никаких доказательств, мы же понимаем с вами, что, скорее всего, подписи-то будут стоять всех. Что там, ну, не будет у нас нормативных где-то в документах, там, в отчетах, то, что не было кого-то члена призывной комиссии. Поэтому вам, собственно, стоит как-то сделать так, чтобы вас там стали слушать, чтобы этот пол действительно был правильно заявлен, да, что, допустим, неполный состав призывной комиссии был. Такое бывает, да, то есть с этим сталкиваемся. Что еще может быть? Также, конечно, вы можете подавать жалобу, собственно, если вы считаете именно неправомерными какими-то действиями отдельных членов, там, военно-врачебной или призывной комиссии. В таком случае вы тоже можете, конечно, обжаловать решение, да, то есть случаи могут быть разные, и тут уже все зависит от того, что именно у вас там произошло. Но, повторюсь, ключевое, вы должны действительно понимать, что происходит что-то не то, что происходить не должно, и это незаконно, на ваш взгляд. И, конечно, вы в любом случае имеете право обжаловать решение призывной комиссии, это ваше право по закону. Ну, единственное, что учтите, что там тоже есть требования к этому, да, если вы будете что-то делать неправильно, или несвоевременно, то это вам не поможет. Особенно сейчас, когда у нас обжалование решения районного военкомата не приостанавливает решение призывной комиссии. Вот это прям ключевой момент, на который стоит обращать внимание. Так что, если вдруг у вас есть какие-то вопросы по обжалованию, или в целом по каким-то там, другие вопросы, связанные со срочной службой, то пишите их в комментариях, либо лучше всего оставляйте заявку все-таки на нашем сайте. Консультация вам однозначно будет полезна, однозначно вам поможет. К тому же она бесплатная. Так что записывайтесь, будем разбираться с тем, что у вас там происходит. Ну и с обжалованиями, конечно, тоже можем вам помочь, если будет такая необходимость. Обжалуем, поможем вам сделать все так, именно как надо, да, не так, как там пишут где-нибудь в интернете, как там еще что-то там, скачали какое-то заявление, которое к вам отношения никакого не имеет. У нас все-таки юристы уже больше 10 лет этим занимаются и понимают, как и что надо делать. Так что, друзья, на этом сегодня все. Желаю, конечно, чтобы вы не сталкивались с обжалованиями, но если вдруг столкнетесь, то надо правильно все делать, и будет все нормально. Вот. С вами был Ангуллен Алексей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok